Уважаемые друзья, дорогие наши ветераны, История Великой Отечественной войны знает немало славных страниц и символов нашей победы. В феврале этого года мы здесь, в Волгограде, отмечали 70-летие победы под Сталинградом. В июле этого года вспоминали о танковом сражении под Прохоровкой. Сегодня страна отмечает 70-летие окончательного разгрома нацистов на Курской дуге. Каждый из этих городов и поселков стал своеобразным символом нашей победы. Но в каждом из них были и свои малые символы. Одним из них в довоенном Сталинграде был вот этот фонтан и скульптурная группа танцующих людей. Он символизировал радость, жизнь, беззаботное детство. Но именно этой скульптурной композиции суждено было стать и другим символом. 23 августа 1942 года нацисты совершили первый массовый безжалостный авиационный налет на Сталинград. Были уничтожены целые жилые кварталы, детские сады, школы, больницы. Именно тогда мир облетел и фотография этой скульптурной группы танцующих людей на фоне пылающих руин Сталинграда. И именно тогда это стало символом варварства нацистов и беззаветного мужества и героизма защитников города, сталинградцев. Враг пытался сходу захватить город, но столкнулся с невиданным мужеством и героизмом его защитников. Такого он не видел нигде и никогда. А растерзанный, расстрелянный город не только жил и боролся, он выстоял и победил. Я хочу выразить слова благодарности тем молодым еще людям, которые вспомнили об этом символе Сталинграда. Восстановили его на историческом месте. Хочу поблагодарить всех, кто был у истоков этой идеи и ее реализовал. Мы всегда будем, глядя на этот памятник, на эту скульптурную группу, вспоминать и живых, и павших. Помнить о том, кому мы обязаны этой победой. Будем всегда думать о том, что правда всегда выше, чем ненависть, вражда и варварство. Низкий поклон ветеранам. Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты.